После собак и кошек рыбы третьи по популярности питомцы в США. Эти плавучие существа живут у многих людей, и некоторые любители рыб доводят своё водное увлечение до крайности. От дома, построенного вокруг аквариума, до аквариума вокруг дома приготовьтесь увидеть самые невероятные жилища для рыб. Скрытый гигант В тихом городке Бристоль в Массачусетсе стоит дом с удивительным секретом. Его владелец Билл Ван днём управляет фармацевтической компанией, а ночью ухаживает за самым большим частным аквариумом в мире. Гигантский резервуар находится в спальне Билла. Его высота 3 метра, а ширина больше 7 метров. Это как длина четырёх уложенных мужчин. А эти акриловые окна в толщину 6 сантиметров и весят каждая по одной тонне. Это необходимо, учитывая, что они удерживают огромный вес 20 тысяч галлонов воды, 200 тысяч килограммов камней и почти тонну песка. Хорошо, но как Билл вместил эту махину в свой дом? На самом деле никак. Он построил дом вокруг аквариума. Да, в 2006 году у него не было ни аквариума, ни дома. И он хотел построить и то, и другое с нуля. Поэтому он спроектировал дом так, чтобы он закрывал аквариум со всех сторон. По словам Билла, он потратил 500-700 тысяч долларов на строительство одного только резервуара и платит 1200 в месяц за электричество на его поддержку. Ого! Это, конечно, круто, но, к сожалению, слегка не вписывается в мой бюджет. Плавучие виллы Как следует содержать аквариум и ухаживать за ним трудно, поэтому у меня нет рыв. Но архитекторы из дубайской дизайнерской группы Clean Dinst придумали оригинальное решение. Они спроектировали трехэтажный водный дом «Плавучий морской конек». Более сотни таких домов плавают рядом с архипелагом в мир в Персидском заливе. В них есть гостиная-столовая, балкон наверху с джакузи и зона отдыха, где можно расслабиться и помедитировать. Но самое удивительное в них – это главная спальня. Они полностью погружены под воду, так что можно наслаждаться красивой морской жизнью залива, лёжа на роскошной кровати. А и ванна тоже впечатляет. Но что самое лучшее – не надо ни за чем ухаживать. Кроме того, виллы построены из водонепроницаемого бетона, который идеален для роста кораллов. Эти строения способствуют развитию подводной жизни в заливе. Более того, весь проект продумали так, чтобы он приносил пользу местной окружающей среде. Очень здорово, правда? Но я знаю, о чём вы думаете. Сколько стоит проживание в таком доме? Ну, скажем так, если хотите там пожить, начинайте копить деньги. Дома стоят от 2 до 12 миллионов долларов. Кажется, мои мечты идут тем же путём, что и золотая рыбка с рынка. Прямиком в унитаз. Водный забор Многие владельцы рыб держат аквариум в тихом уголке дома. Но некоторые люди считают это скучным, как турецкий бизнесмен Мехмед Али Гьёкола. В 2005 году ему захотелось обновить и улучшить свой особняк в приморском городе Чешме. Он отремонтировал кухню или, может быть, снёс пару стен? А вот и нет. Он превратил ограду на улице в 50-метровый аквариум, конечно же. В этом безумном аквариуме обитает более тысячи рыб. Все разных видов. И там даже есть эти жуткие угри. Но что помешает кому-нибудь пробраться через забор, забрать пару рыб и отнести к себе? Ну, я бы не рисковал, мои дорогие рыбные воры. Мехмед установил охранную систему из 17 камер с функцией распознавания лиц. Это и неудивительно, ведь к аквариуму приходит тысяч человек каждый день. И это одно из самых популярных мест среди туристов в городе. Но он сложнее, чем кажется поначалу. 400-метровый трубопровод проложен под аквариумом и тянется до самого Эгейского моря. Он позволяет снабжать резервуар свежей морской водой. И его устанавливала команда дайверов. Весь проект обошёлся где-то в 40 тысяч турецких лир или 21 тысячу долларов. Так что я вряд ли смогу воссоздать аквазабор Мехмеда. Да и я бы поместил туда меньше рыб, потому что этим малышам там явно тесно. Но стойте! Не забудьте нажать на кнопки «Нравится» и подписаться. Где же ещё вы узнаете про такие крутые аквариумы и множество других удивительных вещей со всего мира? Готово? Хорошо, тогда продолжаем. Рыбные ноги Несомненно, аквариумы – отличное дополнение для дома. Но было бы здорово, если бы можно было взять своего водного друга из аквариума и отправиться с ним куда-нибудь развлекаться. Этот аксессуар из 70-х, кажется, решал такую проблему. Да, это действительно туфли с рыбами внутри. Видимо, любители диска должны были снять платформу с каблука, наполнить его водой, поместить внутрь рыбу и отправиться на вечеринку. Звучит довольно интересно, вот только рыбы постоянно бы ударялись о стенки маленького аквариума и, в конце концов, точно бы умерли. Так себе развлечение, правда? Точно не для бедного питомца. К счастью, для рыб, судя по всему, эти истории неправдивы. Нет никаких доказательств, что в магазинах продавалась такая странная обувь. Но несколько пары правда существовало. В 81-м году американский футболист Джон Фукуа купил такую обувь. И ещё она появилась в фильме 88-го года «Я тебя достану, ублюдок». Как ни странно, туфли рекламировали в некоторых газетах, которые выходили в 51-м году. К счастью, они не поступили в массовую продажу и теперь с этой обувью точно покончено. Но если вам понравился такой лук, вы можете купить пару на Амазоне. Правда, стоит она 100 долларов. Что бы вы ни делали, не кладите в обувь рыбок. Водные столпы Многим хочется увидеть рыбок с нескольких разных ракурсов. А ещё лучше увидеть их с любого мыслимого ракурса, конечно. Из-за этого цилиндрические аквариумы очень популярны среди аквариумистов. И некоторые люди особенно креативны. Они установили огромные резервуары-колонны, которым как будто место в Атлантиде, а не в чьей-то обычной гостиной. Этот аквариум в Гонконге окаймляет всю столовую. Но несмотря на необычность, все подобные резервуары меркнут по сравнению с аквадомом шириной 10 метров и высотой 25, стоящим в центре морской жизни в Берлине. Построенный в 2004 году, это крупнейший акриловый цилиндрический аквариум во всём мире. Он удерживает 260 тысяч галлонов воды, так что, надеюсь, он не разобьётся, потому что тогда будет цунами. К счастью, почти 14 миллионов долларов потратили на его стойкость. Если хотите себе такой, то он будет стоить вам больше дружбы с соседями. Посетить его можно за 20 долларов, а при наличии полутора тысяч рыб 50 разных цветов, плавающих внутри, это явно того стоит. Аквариум очень крут, но ухаживать за таким высоким гигантом дело нелёгкое. Каждый день два дайвера чистят аквариум и кормят его обитателей, а так как рыбам нужно почти 8 килограммов еды, это трудно. Но больше всего в этом аквариуме впечатляет не обзор снаружи на 360 градусов, а вид изнутри. Да, как будто всего этого великолепия мало. Аквадом имеет ещё и внутреннюю лифтовую шахту, которая позволяет увидеть всё из центра. Так я ухожу, увидимся в Берлине. Аквастол Если вы любите сами производить еду и испытываете желание есть рыбу из каждого аквариума, то, как ни странно, французский дизайнер Матьё Леннер создал идеальное творение для вас. Его концепт «Местная река» – это так называемый холодильник-аквариум. В нём есть рыбы и капсулы наверху для овощных растений. Это взаимосвязанная система, в которой растения питаются рыбьими отходами и таким образом очищают для них воду. И растения, и водные обитатели мирно сосуществуют, помогая друг другу. Но до тех пор, пока вы не проголодаетесь. Потому что в конце концов весь смысл этой штуки – съесть всё это. И растения, и рыбы обречены оказаться в вашем животе. Я понимаю, что это выращивание собственной еды и всё такое, но я не смог бы съесть бывшее домашнее животное. Что вы думаете? Вы бы такой купили? Расскажите в комментариях под видео. Туалет с видом Обычно люди идут в кафе за кофе с сэндвичами и пирожными. Но это кафе на побережье Хаясидзаки Мацуэ в Японии привлекает туалетом. Да, именно. Люди из разных стран посещают это место, чтобы увидеть уникальный сортир. Аквасортир. Ладно, это слово я выдумал, но всё равно. Кабинка – это трёхсторонний аквариум, в котором плавает множество рыб и даже черепаха. Зная, как люди любят делать селфи в уборных, владельцы кафе потратили больше 270 тысяч долларов на то, чтобы фото из их туалета были лучшими. И это окупилось. Потому что, будучи уникальным туалетом, этот аквасортир превратил кафе Хиппопопапа, где он находится, в туристическую достопримечательность. Люди проводят куда больше времени на его осмотр, чем на еду и напитки. Так что, если вы туда поедете, советую из вежливости заказать что-нибудь, а не идти прямиком в туалет. Но если вы парень осторожнее, это женская уборная, и вам придётся подождать, пока владельцы вам всё покажут. И подождите, когда все уйдут, прежде чем облегчаться. Дверь запирается, и говорят, что там очень спокойно. А по словам владельцев, это как писать в океане. Я, разумеется, совсем не знаю, каково это. Лично я бы не смог ничего делать, учитывая, сколько глаз будет пялиться прямо на меня. Туалетные радости Если вам после этого захотелось разместить своих рыбок в уборной, но вы не готовы превратить всю комнату в огромный аквариум, я вас прекрасно понимаю. Но есть другие варианты. Например, этот набор, который позволяет добавить аквариум на два с лишним галлона воды к сливному бачку. Он состоит из двойной системы фильтров, гравия, двух искусственных растений и механизма смыва, который не даст отправить бедных рыбок на дно унитаза. Такое чудо стоит 400 долларов, но это кажется разумной ценой, ведь вы превратите туалет в более интересное место. Впрочем, стоит отметить, что если сесть на унитаз, то вы не сможете полюбоваться рыбами. Но приятно знать, что они просто есть, наверное. Если вы не хотите добавлять унитазу морской штрих, то, возможно, вас заинтересует раковина с рыбами. Можно установить эту необычную раковину, в которой есть все необходимое для аквариума, кроме растений и рыб. Представьте, что к вам в гости пришел друг, вы впустили его в туалет, а потом наслаждаетесь его удивлением при виде этого. Несомненно, это интересная вещь, но 4,5 тысячи долларов цена все-таки не для всех. Но вообще, мне кажется, было бы куда лучше, если бы существовала версия для ванны. Что может быть круче, чем нежиться в теплой ванне, пока вокруг плавают красивые рыбки? К сожалению, такого пока не существует. Но если нас смотрят дизайнеры аквариумов, пожалуйста, сделайте это. Вместо картин Никому не нравится смотреть на пустые скучные стены. Обычно люди украшают их картинами или полками, но не сотрудники отеля «Мираж» в Лас-Вегасе. Столкнувшись с вопросом, что поместить на стену, руководство придумало удивительное решение – аквариум на 20 тысяч галлонов морской воды. Гости получают незабываемые впечатления уже на ресепшене. Длина аквариума 16 метров, а высота почти 2,5. Так что в него вмещается много рыб – примерно 450, включая 85 разных видов. Но кораллов здесь нет и неспроста. Рифы и так исчезают, поэтому брать их из естественной среды было бы неразумно. Вместо этого используются более тысячи искусственных кораллов, чтобы аквариум выглядел идеально круглый год. Это нелегко и требуется команда специальных уборщиков аквариума, чистящих его три раза в неделю. Они ныряют в него и очищают весь резервуар, избавляясь от грязи вроде экскрементов рыб. К счастью, мы можем просто смотреть и даже не надо бронировать номер. Гость вы или нет, сотрудники с радостью покажут вам аквариум. Так что если окажетесь в Лас-Вегасе, загляните туда. Обещаю, аквариум настоящий. И это совсем не мираж. Водный путь Город Беверли-Хиллс в Калифорнии славится тем, что в нем живет множество знаменитостей, привлеченных его богатством. Многие звезды обедают в местном ресторане «Ракообразное». Но меня здесь интересуют не гости или еда, а впечатляющий пруд с рыбками кои, который встроен прямо в пол. Такая водная дорожка проходит через весь бар, и изначально была 24 метра в длину. Но после ремонта за 10 миллионов долларов в 2018 году она стала еще длиннее, почти в два раза. Теперь она огибает весь зал, и гости могут любоваться рыбками, плавающими под ними, пока они наслаждаются любимыми блюдами. Хотя я, наверное, не смог бы заказать лосося без чувства вины. Вы бы хотели поесть в этом ресторане? Поделитесь мнением в комментариях под видео. Обучающий аквариум Иметь питомцев весьма полезно. Они учат ответственности, доверию и состраданию. А благодаря раковине «Бедная рыбка» они еще и помогут понять, сколько воды вы тратите зря. Ура! Это странное устройство творения дизайнера Яна Ло, который показал его на выставке «Кит и кин» в Лондоне в 2008 году. При включении экрана вода в чаше уменьшается пропорционально количеству используемой воды. Если она течет слишком долго, то получится «Бедная рыбка», отсюда и название. А когда кран выключается, уровень воды восстанавливается. Это кажется довольно жестоким, правда? Тратить воду плохо, да, но убивать рыбу определенно намного хуже. Но стойте! Рыбе не угрожает настоящая опасность, так как аквариум не осушается полностью. У чаши и крана разные трубы, так что используемая вода идет не из аквариума. Фух! Когда кран включается, вода течет по трубе, присоединенной к крану, и в то же время она стекает по отдельной трубе, которая ведет к чаше. Кажется, что аквариум осушается через кран, однако это всего лишь иллюзия. Есть специальная система, благодаря которой чаша не высыхает, и вода перестает вытекать, достигнув минимальной глубины. Но это заставляет задумываться о потреблении воды. Ладно, с использованием воды все ясно. А как насчет использования воздуха? Ведь нет аквариума, помогающего улучшить дыхательные возможности, правда? Оказывается, есть. В этом аквариуме есть трубка, и если в нее подуть, внутри начнут образовываться пузырьки. Чем сильнее вдыхать, тем больше пузырей. Если попрактиковаться, можно научиться выдыхать воздух в больших количествах, увеличивая объем легких. Это круто, конечно, но мне кажется, что есть более удобные способы увеличить объем легких. Например, всякие упражнения. Хотя, может быть, пускать пузырики в аквариум все-таки лучше. Сон на дне Все любят отпуск в других странах, правда? Обычно самое лучшее в отеле – это мини-холодильник. Но только не в отеле Мурака на курорте Конрад на Мальдивском острове Рангале. На первый взгляд, он уже выглядит интересно. Отель в Индийском океане с частным причалом, бассейном и спа. Но если спуститься вниз, все куда необычнее, потому что спальня находится под водой на глубине 5 метров. Это потрясающая комната с изогнутым акриловым куполом, открывающим вид на 180 градусов. Так что, если захочется отдохнуть от солнца, можно полежать в подводной спальне и смотреть на рыб над головой. Это невероятно. Если вам этого мало, на острове также есть подводный ресторан. Представляете, каково есть в таком месте? Наверное, я бы постоянно отвлекался от еды. Но сотворить такое было достаточно трудно. Отель и ресторан сначала построили в Сингапуре, а потом перевезли на Мальдивы. Когда их поместили в воду, строение затопили с помощью мешков с песком на 85 тонн и прикрепили ко дну стальными сваями и бетоном. Помимо этого, строительство самого отеля Мурака стоило 15 миллионов долларов. Но уже не важно, сколько стоило здание, во сколько обойдется жизнь в этом подводном чуде. Ну, приготовьтесь, так как оно проделает дыру в кошельке в форме 50 тысяч долларов за ночь. Возможно, если я надену маску и окуну голову в обычный аквариум, это будет похоже. Рыбы и ноты Что может быть более расслабляющим, чем наблюдать, как рыбки плавают в аквариуме? Сидеть и смотреть на них, одновременно слушая любимую музыку. Или еще лучше, играть любимую музыку и любоваться рыбками. Удивительно, но все это возможно с таким пиан-аквариумом, который сделала фирма по переработке из Балтимора. Ее мастерам отдали старое пианино из местной церкви, и они решили объединить его с любимым хобби, установив аквариум на 90 галлонов. Это доказывает, что мастерство и креативность и правда могут превратить мусор в настоящее сокровище. Но если это вас не впечатлило, как насчет этого аквариума из торгового центра PianoWorks в Нью-Йорке? Сын владельца посмотрел шоу «Аквариумный бизнес» и решил, что это идеально для центра с музыкальным названием. Его отец связался с командой шоу, и ему не просто ответили, а построили аквариум. Теперь мне тоже такой хочется. Интересно, делают ли аквариумы в треугольниках? Переработка Прелесть аквариумов в том, что их можно добавить практически в любой предмет домашнего обихода. У вас есть дома старый телевизор? Если убрать электрические элементы, получится отличный аквариум. И давайте признаем, ходить по лестнице скучно, но все станет интереснее, если сделать лестничный резервуар, а не развешивать старые фотографии бабушки. Можно даже вставить аквариум в изголовье кровати, чтобы порадовать себя после утомительных походов по лестнице. Американский футболист Чар Джонсон сделал себе такой. Он очень любит рыб и имеет стену для телевизоров, в которой плавают морские существа. Но можно пойти еще дальше и превратить разделяющую стену в чудесный аквариум. Помимо невероятного вида, будет отличное место для фотографий бабушки, снятых с лестницы. Видишь, бабуля, я все еще тебя люблю. Фух, пожалуй, на сегодня хватит такой красоты. Какой из этих аквариумов понравился вам больше всего? И может быть у вас есть необычный аквариум? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok